привет ты смотришь вторую серию моего путешествия в грузию этот выпуск будет коротким и я расскажу о том как доехал из волгограда в пятигорск моя дорога лежала через элисту там хотелось посмотреть крутой храм будды я это сделал решено было сделать это по дороге в грузию они на обратном пути потому как прогноз погоды на остаток отпуска был не очень благоприятный также хотел в данном видео рассказать про пятигорск но все получилось немножко не так как планировал скажу сразу про дорогу она на данном участке довольно таки специфическая можно добраться в пятигорск двумя путями через буденовск и через благодарный и александровская я выбрал второй путь и не прогадал потом на форумах читал какая дорога через буденовск и хорошо что я там не поехал и вам собственно не рекомендую езжайте через благодарный через александровская потом минеральные воды и вот вы уже в пятигорске я даже не мог подумать насколько крутые там дороги езжайте спокойно на своих машинах и не бойтесь их там убить ну а вообще погнали посмотрим что это наснимал в общей сложности дорогу от волгограда до пятигорска получилось 623 километра это чуть меньше чем в первый день но тем не менее все равно достаточно напряженное такое количество километров особенно учитывая что от элисты уже дальше к пятигорску дорога не самая приятная мы вылезте едим верблюда и коня и поедем дальше вообще элиста это столица республики калмыки и к моему удивлению я раньше этого совершенно не знал и как-то даже не думал об этом калмыки это народ исконной религии которого является буддизм для меня буддизм был каким-то таким далеким и уж совершенно точно не российским явлением оказывается в россии буддизм исповедуют и не только в калмыкии но и бурятии в других регионах вы приехали в крупнейший в европе храм будды вообще правильное название буддийского храма в калмыкии хурул происходит от монгольского хуре что обозначает круг калмыцкие буддисты прежде чем зайти в храм должны обойти его по часовой стрелке по большому и малому кругу как бы очищая себя от грехов и негативных мыслей еще на территории храма а точнее хурула есть 17 бронзовых скульптур величайших ученых древнего буддийского университета на ланда их тоже нужно обходить по часовой стрелке обращаясь к ним своих молитвах но и наверное многие из вас видели в буддийских храмах такие специальные цилиндры которые буддисты ходят и крутят это так называемые кюрде молитвенные барабаны в них внутри находится очень много молитв и считается что вращая барабан те самые молитвы которые находятся в этом барабане доходят до самого будды и и и во многих местах на заборе вокруг храма привязаны цветные флажочки кусочки ткани оказалось что это молитвы так называемые икони ветра развиваясь на ветру они как бы читаются и приносят этим пользу мы не смогли позволить себе роскошь зайти внутрь храма хотя там говорят очень красиво и интересно погода в листе была очень ветреной хоть и солнечный но я все равно решил поднять коптер воздух чтобы снять его с высоты птичьего полета и сделать несколько фотографий и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...